1 декабря предельный срок уплаты земельного транспортного налога и налога на имущество физических лиц за 2022 год. В подразделениях налоговой службы республики прошла акция «День открытых дверей», посвященная вопросам начисления и уплаты имущественных налогов. Подробности у Али Баташева. Сегодня пошел, у нас на почте оплачивают коммуналку, пошел оплачивать, мне вручили налог оплатить. Пришел с Волгограда. До конца октября почти 500 тысяч налоговых уведомлений будут направлены жителям республики по почте с заказным письмом, размещены в личном кабинете налогоплательщика или на госуслугах. В документе указана сумма транспортного земельного налога, налога на имущество физических лиц за 2022 год. Мухаммед Кишмахов пришел в операционный зал налоговой службы для получения консультации специалистов по важным для него вопросам. Я не помню, то ли по этим штрих годам оплачивают налог на землю, то ли налог на квартиру, на имущество. Или по этому, или пускай тут помогут оплатить. На день открытых дверей ждем всех, поможем, разъясним. С какими вопросами чаще всего обращаются? Применена ли льгота, объект налогоблажения бывает у налогоплательщиков, нету объекта, а уведомление появляется, мы делаем запросы в регистрирующие органы, ну и исправляем, если есть появленные ошибки. По желанию гражданина налоговое уведомление можно получить дополнительно, обратившись с заявлением в любой налоговый орган или МФЦ, представляющий данную услугу. А если в нем содержится некорректная информация об имуществе или владельце, что делать, если в документе не отражены действующие льготы? Для ответов на эти другие вопросы налоговой службы республики организованы дни открытых дверей. Налогоплательщики, напомню, что должны уплатить налог до 1 декабря текущего года по начислениям за 2022 год. В случае неуплаты со 2 декабря начнутся уже исчисляться пения. По 1,03 ставки рефинансирования за каждый день просрочки данных налогов. Наше мероприятие проводится не только в Черкесске, но и по всем обособленным подразделениям республики для всех налогоплательщиков с 9 до 20.00. Следующий день открытых дверей пройдет 16 ноября во всех обособленных подразделениях управления налоговой службы республики. Это в Черкесске, Усть-Джигуте, Карачаевске, Учки-Кене, Зеленчукской, Преградной, Адыге-Хабле и Хабезе. Если налогоплательщики не смогут лично участвовать в мероприятии, они могут получить ответы на интересующие вопросы дистанционно через сайт Федеральной налоговой службы, говорят в ведомстве. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия.